Всем привет дорогие друзья! С вами как обычно Вуди. Надеюсь, что субтитры парень в скором времени не будет так сильно занят. Желаем ему, пожелаем ему хорошего рабочего дня, хорошего рабочего процесса. И в общем-то добро пожаловать на обзор пятого раунда рефлексовского мирового чемпионата. Давайте карту посмотрим и не будем затягивать. Первое, на что здесь стоит обратить внимание, это то, что это у нас стоит плеер, точнее не плеер, а виапон клип. То есть закинуть куда-то наперед мы не сможем, натянут он идеально, поэтому как бы без вариантов никоим образом мы не можем закинуть куда-то наперед, либо там какой-то приранчик, да, бахнуть, ну, такое. Ну и давайте пойдем посмотрим карту. Роуд я показывать прям не буду, как обычно в демках все посмотрим. Дизайн такой прям нормальный. Карта в целом мне понравилась, но под конец она становилась очень унылой. Как-то она совсем мне не давалась, как-то прям не перебивалась. Есть тут сразу расхождение. Изначально скажу, что эта карта была стрейф и планировалась она как стрейф, но из-за некоторых аспектов пришлось сделать ее рокетраном. Какие уж дела, ну, что-то пошло не по плану, в принципе, такое бывает, поэтому ничего страшного. А здесь у нас везде и телепорт, естественно, на старт, и можно пойти туда внутрь, можно пойти здесь снаружи, можно пойти еще дальше, можно пойти прямо вот здесь. То есть, скорее всего, видно, да, что они, может быть, ничего прямо не перестраивали, но в какие-то части, допустим, очевидно, что вот эта часть на рокетране она как бы бесполезна, по сути. Потому что если и будут проходить, ну, вряд ли там, максимум вот здесь, да, либо вот здесь. То есть, ну, они, скорее всего, просто расширили ее как-то, да, ушедили или, не знаю, как-то правильно назвать. В общем-то, дальше у нас склон, такие вот стеночки, от которых можно отталкиваться. И прошу обратить внимание сразу, что здесь все вот такие поворотные стенки, они вот такие вот лесичные, какие-то лесенькообразные, да, стайл, да, что-то такое. И проблема в том, что заскимить, конечно, можно, но если ты врезаешься, то ты врезаешься как бы на совсем и надолго и прямо до старта. Отправляешься прямо на респаун. Далее у нас такой здесь вылет двухсторонний, можно идти по одной стороне, либо по другой. Падать нам здесь нежелательно, потому что такие нет на старт. Ну и, в общем-то, идем дальше. Здесь у нас дверь, которая, мы говорили, вроде куда-то должна привезти, но здесь ничего нету. Очень странно. Это, видимо, было, было тут, видимо, какое-то ответвление в страйп версии, но забраковали. Потому что оно стало бесполезным. Далее у нас здесь два путя, как говорится, да. Можно сделать здесь триплджамп, подняться сюда. Можно сделать здесь даблджамп и подняться туда. Либо сделать здесь заблджамп, подняться сюда же. Но сразу же очевидно, когда ты более-менее карту подучил. Даже не более-менее, а как бы почти сразу очевидно, что по этой стороне невыгодно абсолютно никак идти. Потому что здесь, во-первых, рампы. Во-вторых, здесь ты меняешь траекторию два раза. И, в-третьих, тебя вот с этой стороны просто прямая. В любом случае, даже если тут вдруг чуть-чуть быстрее, тут эффективнее в разы. Потому что здесь просто прямая, и ты не будешь терять скорость. Идем дальше. Здесь у нас много вариаций, что можно сделать. Здесь у нас даже рампа есть. Можно залететь наверх. Кстати, вот здесь вот тоже рампа. И везде куда-то вот можно залететь везде. Вариантов много, варианты есть, что делать. Сзади там ничего нет. Здесь у нас тоже рампа. И здесь интересный вариант. Кстати, я потом... Ну, я не буду потом показывать, рассказывать. Я ее играть сейчас не буду в целом. Можно приземлиться вот на эту штуку. С нее сделать рже, если у вас скорости не так много. Прыгнуть сюда и дальше по стеночке стрелять. Но суть в том, что если ты летишь здесь медленно, то этот маневр, по идее, не самый лучший, возможно. Но никто этого не сделал, я поэтому рассказываю. А если у тебя много скорости, допустим, там, 3000, то на 3000 ты уже не можешь сделать себе рже. Ты можешь сделать рокетджамп на высоту чуть выше прыжка. То есть он вот даже вот меньше, да? Как-то вот так вот он будет выглядеть, рже-бой. Хоть как-то стреляй, я уж всяко-разно истестился, и спробовался. У Декс тоже, судя по всему, не очень доволен нынешними ракетами, потому что... Ну, тут правда, тут правда очень такой себе. Пойдемте дальше, в общем-то. Здесь тоже очень много вариантов. Здесь мы падаем. Есть такая своеобразная рампа, на которую мы можем запрыгнуть. Есть такие вот преграды, столбики. Здесь, опять же, рампа, на которую мы можем упасть по возможности. И здесь у нас рампы, подъемный вверх. Можно срезать, если, допустим, лететь очень хорошо, высоко. Осталось, что брошь-брашь. Опа! 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 Косичок! Опа! Опа! Понятно, понятно. Можно, конечно, попробовать с даблджампа. С высокой скоростью лететь сюда и здесь срезать. Залететь сюда. Ну и здесь у нас дальше телепорт. Заходим в телепорт и кидает нас в такую комнату. С двух сторон у нас склад. Никаким образом мы его не пропустим. На самом деле, не знаю, чем обусловлено такое положение. Потому что у них... Они могут поставить, да, вот эту штуку. Они могут сделать мету, которая даст, по-моему. Которая даст эту фигню. И... Ну, как бы, зачем на весу вот так ставить, если можно сделать мету триггер и поставить просто на пол? Ну, может быть, я не шарю. Я это просто предполагаю. Как бы, мне... Мне, честно, вот похуй. Типа, я не против, пусть висит. Просто эстетичнее, естественно, если бы она устояла. В общем-то, здесь мы падаем вниз. И здесь небольшой квадрант. Видим мы, что там что-то есть. И здесь просто прямая, небольшие такие препятствия есть. Такой вот столбик. Такой вот бордюрчик. Еще бордюрчик. Ну и финиш, по идее. Вот и тестеры великие ребята. Брэндон и Дональд. Оба молодцы. Оба красавчики. Ну и все. По идее, вот такая вот карта. Предлагаю вам перейти, собственно, к демкам. И на демках уже более подробно разберем. Так. Мы теперь у нас без монтажа. Так, жух, все прикольненько. Жух, как все. Ух. Давайте посмотрим. Ошибка сети. Спасибо, друг. Самое время дружить с твичем. Ну а TJH стримит. Селесту. Так, они там смотрели мувик. Мне мувик этот не нужен. Потому что там ушло. В этот раз были Дональд с лологрейдом. И 22 демки у нас опять. 22 место. Это пранкстер. Это был такой протестантский маневр. То, что очень уж много... Они потом сделают поярче, если что. То, что уж было очень много випонкард. И пранкстер такой, типа, вот, вот хуй вам. Я буду играть с сроки там. Но они не то, что вы там что-то ссорились или еще что-то. Просто пранкстер реально не очень любит оружие. Он любит стрейф. Поэтому он такой... Ну, вы, ребята, типа, как хотите, а я поиграю... Ну, я поиграю как в стрейф. И я на самом деле думал, что возможно, из-за того, что он... Сука. Работай, пожалуйста. Почему? Давайте я сделаю качество похуже, может. Хотя бы я не ельза, да? Так, и ставлю на паузу и сделаю. Пратно. Ладно, посмотрим в 460. Мы, дефрагеры, люди не гордые. Ну, и, в общем... Я даже думал, что он, может быть, кому-то, может быть, перебьет. Потому что... Видите, тут даже подстрейф спейсинги везде, бля, идеальные. Типа, это стрейф-карта. Вот. Я думал, что он кого-то перебьет. Но, к сожалению, не перебил. Я рассчитывал на то, что он, типа... Чем неуклюжими ракетами кто-то будет стрелять, он, как бы, больше на сохранение скорости ориентирован. Ягуар. 21-ая. Со своим золотым ракетом. Эх, вот бы мне кто карбоновый ракет подарил. Он такой классный, я бы все рекорды сразу поставил. Вот, ягуар проходил через правую сторону. Ко-моему, через левую. Относительно поворота уже правая. Да. И, кажется, с этой высоты он должен был взял... Все у него... Достаточно в порядке. 54, и 0. Вот они сделали гамму повыше. Сейчас солнце врубят, там в чатике подсказывали. И 20-е место. Опа сразу на светло. Дыма лайт. 3, 2, 1, let's go. Я беру the outside out. Вм, жарко. Окно, естественно, уже открыто. Будем слушать звуки природы. Вот, дыма лайт проходил по другой стороне, и он, как я понимаю, более ориентирован. Был, ну, для себя, как бы, позиционировал эту карту больше, как... Ну, не карту, точнее, а свой ран, как бы, так ставил, чтобы просто находиться с максимальной скоростью максимальное количество времени. То есть он лишнее куда-то, вот, как мы видим, не стрелял, да? Чтобы, допустим, не промахнуться, либо еще хуже не срезать себе скорости, потому что, как мы видим, амплитуда от стрела у него немножко хромает. Тем не менее, вот так, тихонечко-тихонечко, чистенько, хоп-хоп-хоп, и прошел. 49. Четвертый мировой маршал. 3, 2, 1, let's go. Очень интересный начинка. Старт. Я думал, я думал, какой-то прикол придумать себе понклипом, потому что от него можно отстлиться. Но, естественно, с учетом моего роута, это было нереально. И вот он, бум, отстрелился просто. Стеркло, пошел и отстрелился. Блин, от веб-онклипа, это очень классно. Да. Весь чат просто взорвался. Это интересно, я бы приз за оригинальность дал, но у них нет, к сожалению, такой функции. У них в целом, я так понимаю, сайт как бы не очень живой, Reflex Race. У них там на Матчерина, все у них. Я очень надеюсь, что мы сможем все-таки скоопироваться с Defrag.ru. Сделать единую такую платформу. Я бы вообще полностью тогда ушел в организацию. Еще бы платили за это. Бабло решает, конечно. Так, 18 место. Craxel. Хорошо, я готов, когда ты. Я готов, когда ты. Я готов, когда ты. Я не знаю, почему это твич, видимо, такой. 720 всяко приятнее смотреть. Так, тут в основном на подсебяшках, я так понимаю, вытаскивал Craxel. Нормально, нормально проспавил. Мог завернуть, кстати, в внутренний угол, но либо побоялся, либо может не получалось. Но там можно было. Скорости не так много было. Заходил в левый телепорт. Еще 400 с рампы. Ну и нормально. 49. Ковум. Там угорали, что они ковума, ковру. И он такой, вау, мой ник, типа, адвансер, расширен. Я орал, конечно, тоже. Так, скоростью же по поле. Пиксельный такой. Военный у него рокет, военный, нельзя с ним шутить. Так, куда завернет. Ну вот, кстати, интересно, да, они выбирают. Он мог, как и все, сделать даблджамп, потерять там 100, там 150 упсов, но при этом успеть отстрелиться с их скоростью раза 3 ракетой об стену. Но они решают почему-то идти просто по прямой. Под себяшками, там, по 100, по 50 упсов себе давать. Хотя, можно там отстрелиться. Еще и траектория будет лучше, коли они на рампу идут. У них как раз траектория более будет плавная к повороту на рампу. И они потеряют меньше даже скорости на ней. Квазиал, да. К сожалению, квазиал, я так понимаю, у него нету совсем времени. Прямо, прям совсем нету времени играть. И он чуть ли там не в первый день он говорил эту демку сделал. И пришлось ее отправить. Потому что у него там, у него был лан. Он лан и делает по квейк-лайву. Он, сейчас у него там кемпинг какой-то, видимо, они куда-то отдыхать. То ли себе, или, может, мало ли, с друзьями пошли. И он использует больше лан-рокетов, чем люди, которые проводят ему. Да, да. Он обязательно берет больше скорости здесь. Да, как вы видите, он идет по лан-рокетов, где он может. Да, классно. Классная демка. 15 место. Тут я уже напрягался. Тут я вообще почему-то с 20-го места напрягался, потому что я смотрю, бля, нихуя они типа ебошат. Почему я так типа не могу? Я не знаю, как-то у меня в голове все укладывалось, но как-то укладывалось, что блин. Сейчас вот типа восьмой будет, и меня покажут. Во, карбоновый рокет. Смотрите, как классненький, да? Я бы с ним прям все реки поставил. Здесь уже гораздо больше скорости у Дженки. Более аккуратные такие движения. С амплитудой вроде как не торопится. Вовнутренний угол заворачивал на 200. Хотел, да, отстрелиться, там от стены не получилось. К сожалению, подсебяжка тоже не зашла. Но тем не менее, как бы, вроде бы, как бы, рокет даже ничего такой. 45,2. Тоже карбон. Все топовые ребята с карбоном бегают. А, ракету промазал одну подсебяжки, подсебяжки. Подсебяжки здесь такие достаточно. Аглик, здесь так можно сказать. А в целом, типа, рокетраны в рефлексе, если где куда-то надо забираться с этим ракетами, это просто забей, это лучше не играть. Потому что у них рокет джамп, у них всякие вот эти манипуляции, там, дробл джамп плюс РЖ, там, еще что-то. Ну, всякие такие разновидности, которые мы можем отлично применять в дефреге, здесь они абсолютно бесполезны, потому что, ну, так вот у них пушка стоит не там, хитбокс кривой и вот это все. Патрон, точнее, не оттуда вылетает, откуда надо. Адвариум. Кто-то тоже, кто-то, что-то, что-то, что-то в этом раунде там рофлили очень много в чате, именно писали там, ковум это, коврум, адвариум, аквариум. Что-то там еще угорали, я может вспомню. Здесь более чистое прохождение, чисто, типа, аккурэйт рокеты такие точные, как бы сказал, субтитры, лгай, субтитры, парень, нит, рокетс. Или не нит, хуй знает, субтитры, помоги мне. Во внутренний угол заворачивал. И, кстати, никто пока что, я не рассказал момент, ты же появляешься сразу из телепорта с квадом, и никто пока что не отстрелил себя назад, ну, сзади себя не слил, чтобы поскорее к этой рампе прислониться. На ультре играет, а, не movement case, да, добавляешь в виду. Никто пока что себя не отстрелил, чтобы побыстрее добраться до раунда. Торец, юрец, братишка. Как тебе бихайвер, брат? Я в порядке, бихайвер. Скоро выйдет ролик по бихайвер, кстати. Всем настоятельно рекомендую следить за обновлениями и ознакомиться, поиграть, потому что это охуенно, ребят. Это не обязательно VR-шлем даже иметь, можно просто телефон и поиграть, мобильное приложение, есть и декстоп. Но это об этом позже. Очень хорошие ракеты, тоже. Все эти ракеты очень сильные. 2000-х через эту рампу. Опять же, немного шевел на ракете, но это не получается. Нормально отстреливает, правда, вот у них с квадом тоже проблемы. Чтобы получать максимум скорости, нужно эффект премида таким углом вообще отстреливаться, поэтому очень уж у них. Это как-то прям странно-странно. Хвост весел. Я готов, когда ты будешь. Я готов, когда ты будешь. Да, опять же, используя эту более advanced стратегию, более по широкой заходил. 2400. Повернул очень хорошо, и... Отстрелы не самые точные, конечно, но... Тем не менее... О, еще от потолка я хотел отстрелиться. Да. Кстати, вот как раз-таки я пытался, я здесь подлетал, тоже до потолка было. Я отстреливался от потолка. Ребята, от потолка здесь стреляются просто божественно. Хорошо, топ-10. Ну, как отстены, собственно, слава богу. Так, топ-10. ЛХ открывает. Я готов, когда ты будешь. Я готов, когда ты будешь. По-узкой пошел. О, и 600. Да, это очень красиво. Много быстрее, чем мы уже видели. Нормально, много скорости. 3 тысячи. 2 500 в телепорт залетает. Кидал Рокет вниз на рампу. Вот тоже за оригинальность бы, да? Вот кому бы. Очень красиво. Ну, я бы отдал все-таки Дженке, потому что он отселился от вип-пунк-липа. Где-то место? Да. Братишка. Я готов, когда ты будешь. Давай, Дан. Дан, вот он ебошит, да? Вы посмотрите на этого, красавчик. Ой. Я пропустил одну ракету. Печально, конечно, это ракета очень. Такая ролевая была. Да, you're right. И... Ну, нормально. Нормальные отстрелы. Попалджамп хорошо получился. По-моему, не получился. Он просто как будто по касательной его задел так. Опять же, под себя никто не стрельнул. 40. 69. Так, что там? Седьмое место. Торнер? Или это восьмое? Восьмое. Восьмое Торнер. Вот говорят они, что Торнер вообще-то всегда был хорош с ракетами в дефраге. Да, ну Торнер, я не знаю, что Торнер. Торнер красавчик, он и тут, и там. Жаль, конечно, ДФМ демки не очень шлет. Здесь-то, как бы, планка чуть ниже, и здесь вот эти не очень демки, они, типа, получше выглядят на фоне. Опять же, он даже не отстрелился назад себя. Нет, не отстрелил. Да, он потерял несколько на конце. Но все равно очень хорошая демка, я думаю. 39.8. 39.8. Неплохо. Да, это было восьмое. Седьмое место. Думбро. Думбро тоже хороший. У Думбро ооочень классная демка на самом деле. Это просто ужасный экран, и все остальное. Хорошо, у нас Думбро. Очень хорошо, кстати, повернул, не зацепил он рампу. И сохранил много скорости, там рампу, стены, которая сбрасывает ее, по идее. И на 2.900 с хорошим дублджампом, 2.400, еще отстрел, 2.700. 2.300 почти, ой, 1300 почти с рампы. Ну и здесь просто, куда-сюда, с ракетами. 39.7. Шестое место. Кьют Бонс. Кьют Бонс. Это вроде как, что там говорили, брат Авчаркина, но флаг у него русский. Вообще российский. Да, почему брат Авчаркина. Твоюродный, пятьюродный. Картофельный. Я не знаю. Хорошо, три, два, один, да. Также используя эту рампу в начале рампы. Я знаю, что люди говорят, что я говорю, что я говорю, что я говорю. Очень крепко на этой стороне. Да. Нормально, поворачивая, зацепила вот эту рампу, видите, насколько сбросила ему. Чисто по одной стене вот так проходил. Так, здесь на Доблджан не стал попадать. Пошел на рампу. И опять же, под себя не выстрелил. Я не верю, что они в Дефраге, будь такая карта, не отстрелились бы под себя с квадом, блядь, чтобы быстрее к рампе попасть. Ну вы чё, ребят, вы серьезно, блядь, позорите, Дефраг тут-топе. Что за дела? Пятая. Не зависай, я тебя умоляю. Квазар. Квази. Привет, квази. Как дела? Сука, бред. Старин, лодка. Так, definitivamente, улучшение от него. Хорошо, я готов, когда ты. Я радую. Интересный старт. Нормально, нормально. Я делал похожим роботом, тоже на это оказалось медленнее, к сожалению. И вот это вот, вот этот, типа, рокет с даблджампом, аптоп, аптоп, портик, это нереально большой труд в рефлексе. Очень много скорости здесь. Тоже не отстреливался. Чё-то странно, никто не отстреливался. Четвертый мест. Четвертый мест. я так нервничала так нервничал 4 и так много грузится в риф очень хороший road максимально узко заходил за схеме вот эту стену как раз влезть лесичную хороший был джам получился здесь тоже хорошо отстрелился также по одной стене просто шел здесь он попадал на джамп и л.д. ракеты и срезал траекторию дональд так удивился кому-то типа его депу я серьезно тебе сам кого-то не звал и еще она оказалась очевидной очень классно прошел в риф вообще красавчик так чё там они хотят вот эту срезу еще раз посмотреть давайте мы тоже посмотрим перед топ-3 до срезал нормально это экстра демка от маппера то есть не маппера этой карты а у них но маппер и по сути так как они все принимали участие как бы создание каждой карты вот этот стэк мапперов вот этот лэби шарк дональд обязательно было great в армапе принял участие ну то есть они все там вам по моему данного карта кстати короче они все вот этот стак мапперов они не каждый типа сам карту делают как я понимаю они прямо сидят они вся тут блять на сервер в пятером и хуярит эту карту типа все во первых тестит каждый со своим скиллом и то же время они что-то какие-то манипуляции проводят с этой карты третье место это очень классно очень влажная работа у меня опять нет и залог тестер вити брэндон маппер дональд маппер тоже ну не то что прям маппер но он больше тестер как я понимаю тоже он дональд я так понимаю вносит очень большую долю в то что то как карты выглядят именно в плане геймплея потому что допустим если будет тестить на секундочку просто допустим если будет тестить человек который допустим с пушками там как-то не очень хорошо обращается либо стрейф у него слабенький да то потом случаются ситуации такие что нормальный но не нормально сильный скиловый человек заходит на карту понимаешь что блять это не карта какая-то хуйня потому что все перелетается что-то здесь неудобно там неудобно приходится как-то читая изъеживаться это уже не карта это уже получается просто халтура грубо говоря так как это у нас мировой чемпионат то есть если здесь нужно подходить максимально ответственно к этому делу и кстати напоминаю кто хочет поддержать рефлексеров очень классно рот кто хочет поддержать рокетов от рокетов рефлексеров вот этот кап чемпионат по ссылке в описании можете пополнить прайс пул нести так сказать свою копеечку историю награждается у них топ 5 на секунду быстрее чем гриф гриф второе место я тоже чуть-чуть поширокой шоу это по идее медленнее тоже вот единственный кто слил сюда по моему ну типа кроме меня вот есть теперь вилл найка а сейчас импросит на рокет здесь по 400 450 если что дает в лучшем случае в основном это около 300 упсов учитывая там повороты не повороты то есть вот видите на там 200 2 400 2 700 2 900 3 200 весь он сбросил опять 300 да ну как бы в основном по 300 дает скваженный рокет должен вообще давать по идее по косарю но здесь он дает как вы видите по 600 0 я чтобы никто как вот об я Ага, теперь я ловлю вперед. Я готов. Первое место. Воу. 3500. Вау. Я тут, конечно, пару ракет пропустил. Вау. Да. Обидно, я не добил. У меня, бля, плюс 200 было, сука. Я так волновался жестко. Я не добил, думаю, бля, пизды дадут за 200. Не добил 200, а оказалось полторы секунды почти отрыв. Но я доволен, конечно, своей работой, хоть и реально не добил, не дожал, как-то не игралась эта карта совсем. Так, они еще раз будут смотреть. Ну, они потом еще покажут следующую карту. Я вам про нее тоже вкратце расскажу, чтоб вы знали, что меня ждет ужас. Ну, на этом чеке у меня плюс 100 бывало. На следующем я отстреливался, был я вот здесь. Вот здесь вот ракет, я на сотку всего кинул, а тут надо на 2 попадать. И если тут на 2 попадаешь, то там потом, типа, плюс 200. Вот этот чек идет здесь, потому что это 3 350. И вот здесь ракета вот эта бум, я к мышку повернул, но я видел, что по траектории не очень идут, поэтому не стал рисковать. И здесь тоже. Да. Что будет вдруг перебивать? Держите планку 33,3. Пятая, точнее шестая, шестая карта. Это просто пиздарики, ребят. Сейчас он как-нибудь будет у него ракурс получше. Короче, смотри, ты появляешься вот здесь вот. Ну, он ничего не покажет толком, он просто побродит вот здесь и все. Ты появляешься вот здесь вот. Мне вообще, может, получше ракурс будет. Смайл вообще, смайл очень классную карту сделал. Безусловно. По-моему, всем пизда. Такой карты. Демок 5 будет, я думаю. Демок 7 может. Так, я как-нибудь попуду на эту карту с хорошей. Короче, пусть вот так, да? Ты здесь появляешься. Сразу как ты появляешься, начинается таймер, тебя кидают наверх. Сейчас он, наверное, наверх. Давай, прыгни на джемпад, донат. Уточка, давай, уточка, моя любимая, давай. Давай, давай, мракейшка, давай, прыгни на джемпад. Ну, 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 прыгни на джемпад. Короче, здесь граната. Короче, поднимаемся наверх. там я прям вкратце такой типа поднимаемся там наверх подлетаем там ту 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 стрейф часть небольшая но очень сложно потом там в определенном месте берем гранату нас перекидывает вот сюда здесь мы должны зато иметь гранату с джампадом с гранатой вот с этой поднимаемся там вверх заходим в телепорт нас кидают выпасе вот-вот это типа там стрейф часть начинается задержка как-то пробил нажимается вот это просто просто и тут и и тут сидишь ты не понимаешь вообще не и короче берем там гранату заходим в танк телепорт тут еще вот там что то есть какие телепорты туда как-то можно попасть и под прям состав очень непонятно ничего потом там из того телепорта заходим в другую стрельф зону в той стрельф зоне берем ракету по мы попадаем через телепорт на ракетный дабы этот джампад да если видели вот это вот ракетный джампад здесь нам мало просто попасть в джампад и стрелять наверх нам надо по моему но я еще прям не поиграл по жестко как нам нужно здесь таймить типа 2x для с джампадом вылетать сильно потом там отстреливаться по мне где приземлиться там надо вылетать из трубы очень сильно и отстреливаться от стен потом сразу мы отстреливаться тем попадаем потом в телепорт в другую зону в той другой зоне мы там где-то берем плазму Потом мы там где-то берем Что-то квад, что-то, блядь Что-то везде, что-то берем Идем, сука, потом куда-то Подлетаем у нас Рокет-сквадом И нам нужно отстрелиться С Рокетом-сквадом, там что-то 5 ракет Очень точных дать, хороших ракет В высоту себя кинуть Чтобы финишировать Это не карта, это просто, я не знаю, ребят Еще плазма Типа, ты сюда на джимпад попадаешь Здесь проплазмить, надо по стене А кидает он прямо вниз сюда, в краешек We'll see We'll see, ёпт Какие дела, ребят В общем-то, все Всем спасибо, всем удачи Всем пока